Приоритетная задача войск ПВО – защита страны от ударов противника с воздуха. Западная воздушная граница Беларуси находится в зоне ответственности 115-го зенитного ракетного полка. Сегодня это более полутысячи человек. Офицеры, прапорщики, военнослужащие, проходящие службу по контракту, солдаты-срочники. Для них профессиональный праздник – день особый, так же, как и для ветеранов. Это праздник того вида вооруженных сил, который мы, ветераны, отдали большую часть своей жизни. Поэтому для нас он, конечно, очень важный и ответственный. Мы рады тому, что мы встречаемся в этот день, обсуждаем наши проблемы, наши дела, ну и подводим какие-то итоги. Отношение к ветеранам в армии, как известно, имеет свои особенности. Здесь прекрасно понимают опыт предыдущих поколений – это шанс не совершить ошибки, цена которых порой очень высока. А потому связь поколений в воинском братстве сильна, как, наверное, ни в одном другом. Теми, кто в разное время был частью 115-го зенитного ракетного полка, военнослужащие нынешние дорожат. Для нас это всегда почетно, для нас это всегда приятно, когда мы собираем всех своих ветеранов, с которыми постоянно поддерживаем отношения, с которыми на протяжении всего года взаимодействуем. В ходе подобных встреч представители командования части рассказывают о том, чем был отмечен прошедший период, каких удалось добиться успехов. Наверное, самым большим для нас и знакомым мероприятием – это было участие в международных соревнованиях, армейские игры 2017, где мы достойно выступили, не посрамили державу, заняли второе место, показали свое мастерство, достаточно высокий уровень подготовки. Участвовали также в прошлом году мы в совместном стратегическом учении «ЗАПА-2017», по итогам которого были оценены на оценку «Отлично», это тоже дорогого стоит. Нам есть чем похвастаться перед нашими ветеранами и показать им, что мы являемся достойными продолжателями этих традиций, которые были ими заложены. Разговор шел не только о том, что было в настоящее время. В нашей стране идет проверка вооруженных сил. Часть сил и средств полка задействована в этом процессе. А уже в июне военнослужащих ждут очередные соревнования «Ключи от неба». Затем будет полигон «Ашулук» и оперативно-тактические учения. Примет участие 115-й зенитный ракетный полк и в третьем этапе командно-штабных учений Вооруженных сил Беларуси.